Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обыжжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стинания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Стих десятый. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяюсь слезами от гнева Твоего и негодования Твоего. Ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе врод и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сеоном, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо он приникнул с святой высоты Своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти. Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал, Боже мой, не восхить меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале ты основал землю, и небеса — дело твоих рук. Они погибнут, а ты пребудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем твоим. Псалом 102. Псалом Давида. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяния Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господня к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так Он цветет. Пройдет над Ним ветер, и нет Его, и места Его уже не узнает Его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите, Господа, все ангелы Его крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слово Его. Благословите, Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103 Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят. Ты восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут. Поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напаяешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести земли пищу. И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы. Ели жилище аисту. Высокие горы серном, каменные утесы убежища зайцем. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленные дела твои, Господи! Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа. Животные малые с большими. Там плавают корабли. Там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лице твое. Метутся. Отнимешь дух их, умирают. И в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются. И ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки. Да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется. Прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли. И беззаконных, да не будет боли. Благослови душа моя, Господа. Аллилуйя. Псалом 104. Славьте Господа. Призывайте имя Его. Возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему. Поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил. Знамения Его и суды уст Его. Вы семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет Свой, слово Которое заповедал в тысячу родов, Которое завещал Аврааму и клятву Свою Исааку. И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Дам тебе землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, И они были пришельцами в ней, И переходили от народа к народу из царства к иному племени, Никому не позволял обижать их, И возбранял о них царям, «Не прикасайтесь к помазанным моим, И пророкам моим не делайте зла». И призвал голод на землю, Всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги Его, В железо вошла душа Его, Доколе исполнилось слово Его, Слово Господне испытало Его. Послал царь и разрешил Его владетель народов, И освободил Его, Поставил Его господином над домом своим И правителем над всем владением своим, Чтобы Он наставлял вельмож Его по своей душе, И старейшин Его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, И переселился Иаков в землю Хамову, И весьма размножил Бог народ свой, И сделал его сильнее врагов Его, Возбудил в сердце их ненависть против народа Его И ухищрение против рабов Его, Послал Моисея, раба своего, Аарона которого избрал. Они показали между ними слова знамений Его И чудеса Его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, И не воспротивились слову Его, Приложил воду их в кровь И уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, Даже в спальне царей их. Он сказал, И пришли разные насекомые, Скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, Палящий огонь на землю их, И побил виноград их и смоковницы их, И сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, И гусеницы без числа, И съели всю траву на земле их, И съели плоды на полях их, И поразил всякого первенца в земле их, Начатки всей силы их. И вывел израильтян с серебром и золотом, И не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет Исшествию их, Ибо страх от них напал на него. Простер облако, В покров им, И огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, И хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, И потекли воды, Потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он Святое слово свое Кавраму, рабу своему. И вывел народ свой в радости, Избранных своих в веселье. И дал им земли народов, И они наследовали Труд иноплеменных, Чтобы соблюдали уставы его, И хранили законы его. Аллилуйя! Псалом 105 Аллилуйя! Славьте Господа, Ибо Он благ, Ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, Возвестит все хвалы Его, Блаженны хранящие суд И творящие правду Во всякое время. Вспомни о мне, Господи, В благоволении к народу Твоему. Посети меня Спасением Твоим, Дабы мне видеть благоденствие Избранных Твоих, Веселиться весельем народа Твоего, Хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, Совершили беззаконие, Соделали неправду. Отцы наши в Египте Не уразумели чудес Твоих, Не помнили множества милостей Твоих, И возмутились у моря, У червного моря. Но он спас их ради имени Своего, Дабы показать могущество Своё. Грозно рёк морю червному, И оно иссохло, И провёл их по безднам, Как по суше. И спас их от руки ненавидящего, И избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, Ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, И воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, Не дождались Его изволения, Увлеклись похотением в пустыне, И искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, Но послал язву на души их, И позавидовали встанье Моисею И Аарону, Святому Господню. Разверзлась земля, И поглотила Дафана, И покрыла скопище Аверона, И возгорелся огонь в скопище их, Пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Хорива, И поклонились истукану, И променяли славу свою На изображение вола ядущего траву, Забыли Бога Спасителя своего, Совершившего великое в Египте, Дивное в земле хамовой, Страшное у червного моря. И хотел истребить их, Если бы Моисей, избранный его, Не стал пред ним в расселении, Чтобы отвратить ярость его, Да не погубит их. И презрели они землю желанную, Не верили слову его, И роптали в шатрах своих, Не слушались глаза Господня. И поднял он руку свою на них, Чтобы не зложить их в пустыне, Не зложить племя их в народах, И рассеять их по землям. Они прилепились к Валфегору, И ели жертвы бездушным, И раздражали Бога делами своими, И вторглась к ним язва. И восстал Финеяс, И произвел суд, И остановилась язва. И это вменено ему в праведность, В роды и роды вовеки. И прогневали Бога увод Миривы, И Моисей потерпел за них, Ибо они огорчили дух его, И он погрешил устами своими, Не истребили народов, О которых сказал им Господь, Но смешались с язычниками И научились делам их, Служили истуканам их, Которые были для них сетью, И приносили сыновей своих И дочерей своих в жертву бесам, Проливали кровь невинную, Кровь сыновей своих И дочерей своих, Которых приносили в жертву Идолам ханаанским, И осквернилась земля кровью, Оскверняли себя делами своими, Блудодействовали поступками своими, И воспылал гнев Господа народ его, И возгнушался он наследием своим, И предал их в руки язычников, И ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, И они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, Они же раздражали его упорством своим, И были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, Когда слышал вопль их, И вспоминал завет свой с ними, И раскаивался по множеству милости своей, И возбуждал к ним сострадания Во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Божий наш, И собери нас от народов, Дабы славить святое имя Твое, Хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев от века и до века, И да скажет весь народ. Аминь. Аллилуйя. Притчи, глава двадцать первая. Сердце царя в руке Господа, Как потоки вод, Куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, Но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия Более угодно Господу, Нежели жертва. Гордость отчеищ И надменность сердца, Отличающие нечестивых, Грех. Помышления прилежного Стремятся к изобилию, А всякий торопливый Терпит лишение. Приобретение сокровища Лживым языком, Мимолетное дуновение Ищущих смерти. Насилие нечестивых Обрушится на них, Потому что они отреклись Соблюдать правду. Превратен путь Человека развращенного, А кто чист, Того действия прямо. Лучше жить в углу, На кровле, Нежели со сварливую женою В пространном доме. Душа нечестивого Желает зла, Не найдет милости В глазах его, И друг его. Когда наказывается Кощунник, Простой делается мудрым, И когда вразумляется Мудрый, То он приобретает знания. Праведник Наблюдает за домом Нечестивого, Как повергаются Нечестивые В несчастье. Кто затыкает Ухо свое От вопля бедного, Тот и сам будет Вопить И не будет услышан. Подарок тайный Тушит гнев, И дар в пазуху Сильную ярость. Соблюдение правосудия Радость для праведника И страх Для делающих зло. Человек, Сбившийся С пути разума, Выдворится В собрании Мертвецов. Кто любит Веселье, Обеднеет, А кто любит Вино и тук, Не разбогатеет. Выкупом Будет За праведного Нечестивый И за Примодушного Лукавый. Лучше жить В земле Пустынной, Нежели с женою Сварливую И сердитую. Вожделенное Сокровище И тук В доме Мудрого, А глупый Человек Расточает Их. Соблюдающий Правду И милость Найдет Жизнь, Правду И славу. Мудрый Входит В город Сильных И не Спровергает Крепость, На которую Они надеялись. Кто Хранит Уста Свои И язык Свой, Тот Хранит От бед Душу Свою. Надменный Злодей, Кощунник Име Ему, Действует В пылу Гордости. Алчба Ленивца Убьет Его, Потому что Руки Его Отказываются Работать. Всякий День Он Сильно Алчет, А праведник Дает И не Жалеет. Жертва Нечестивых Мерзость, Особенно, Когда с Лукавством Приносят Ее. Лже Свидетель Погибнет, А человек, Который Говорит, Что Знает, Будет Говорить Всегда. Человек Нечестивый Дерзок Лицом Своим, А праведный Держит Прямо Путь Свой. Нет Мудрости И нет Разума И нет Совета Вопреки Господу. Коня Приготовляют На день Битвы, Но победа От Господа. И нет Свои. Вопреки Нечестивые Продолжение следует...